Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по недельным главам. Сегодняшняя недельная глава Вайтханан и сиха, беседа, львоведческая рэба, называется «Точка сверху и точка снизу». Раскрытие Всевышнего на горе Синай начинается со слов «Я, Господь, Бог твой». Слово «Анохи», «Я» начинается с буквы «Алев». Получается, что это первая буква, с которой начинается построение связи между Всевышним и народом Израиля. Отсюда следует, что именно эта буква символизирует связь и соединение между человеком и Творцом. Когда Алтаребе искал учителя для своего маленького сына, он пригласил к себе Авреха и сказал, «На тебя возложена заповедь, обеспечивая свою семью, а на меня возложена заповедь, и учи им словам Торы, сына твоего, давай поменяемся». Аврех спросил, «Как мне обучать ребенка?» Рэб ответил ему, «Начинают с алфавита, первая буква, которую учат еврейского ребенка, буква «Алев». Что такое «Алев»? Точка сверху. И точка снизу, и линия богобоязненности соединяет их сверху вниз. Он также добавил, что верхняя точка символизирует душу, а нижнее – тело. Ведь душа и тело – это совершенно отделенные друг от друга сущности, с противоположными стремлениями, и между ними, на первый взгляд, нет никакой связи. Соединение их происходит только с помощью линии. Линии богобоязненности. Эти две точки символизируют также Всевышнего и человека. Верхняя точка – это творец, находящийся вне любых границ, определений и способностей постижения человеком. А нижняя точка – человек, творение, находящееся в этом мире с ограниченными возможностями и, так сказать, с ограничением. И связь между ними становится возможной лишь посредством торы и заповедей. Почему же именно точка является символом Всевышнего и человека? Уникальность точки в том, что она не занимает никакой площади. Она как бы вообще не существует. Поэтому она символизирует полное аннулирование себя. Она как бы не существует, как бы не ощущает собственное существование. Точка символизирует Всевышнего, потому что у нас нет о нем никакого представления. И мы не знаем о нем ничего, кроме одной точки, одного момента, что он существует. Это верхняя точка. А человека точка символизирует потому, что единственный путь соединиться со Всевышним для человека – это как бы превратиться в точку. Полностью аннулировать себя. Убрать свое «я» и убрать ощущение своего существования отдельно от Всевышнего. Это нижняя точка. Итак, соединение между Творцом и Человеком происходит посредством линии богобоязненности. Тор из заповедей. Когда еврей учит Тору и исполняет заповеди, он из точки, у которой нет никакой собственного существования, превращается в часть буквы «алев» из стиха «я Господь Бог твой». В этом и заложена основа и начало дарования Торы. Это же и основа воспитания еврейского ребенка. Когда воспитание основывается на этом фундаменте, ребенок получает силы для духовного роста, чтобы впоследствии выйти в мир и сформировать из него достойное жилище для Всевышнего. Благословен Он. Такое воспитание взращивает его для того, чтобы осветить весь мир сиянием Тора и заповеди. И сделать так, чтобы все творения, все творения прониклось осознанием истины всего существующего. Я, Господь, Бог твой. Итак, обобщим, подведем итог. Буква «алев» – две точки. Верхняя точка – это Всевышний, который непостижим, который нам непонятен. И единственный способ у нас связаться с Ним – это изучать Тору и исполнять его заповеди. А вторая точка – это мы. Это нижняя точка – это человек. И когда человек понимает, что он не существует отдельно от Бога, что он ничего из себя не представляет без Всевышнего, тогда он способен с Ним соединиться, способен приблизиться к Нему. И также исполнить свою миссию в этом мире, принести божественность в этот мир, осветить этот мир, улучшить его и сделать его уютным жилищем для Бога здесь, чтобы Бог чувствовал себя здесь, на земле, как у себя дома. Замечательного дня, замечательной недели!